Добрый вечер! На 12-м канале Час Новостей. В студии Анна Черных сегодня в выпуске. Отправят урожай в большое плавание. Вопросы экспорта омского зерна в азиатские страны сегодня обсуждают на Восточном экономическом форуме. Вывели Калачинск на чистую воду. После своеобразной рябки, холодное кипение и окисление, все ненужные элементы, в частности, излишки железа, оседают в фильтрах. В районе запустили инновационную станцию очистки воды. Не настоящий полковник. Нет, я майор по званию. Лжесиловик погорел на амурном деле. Эти псы попадают на службу. Он тебя терзает, рвет штаны, рвет в руку, и там челюсти невозможно разжать. Как в Омске растят будущих четвероногих правоохранителей? Омская область будет поставлять зерно в страны Юго-Восточной Азии через морские пути Владивостока. Переговоры об этом губернатор Александр Бурков провел на площадках Восточного экономического форума. Сегодня прошло ключевое мероприятие – пленарное заседание с участием президента. Владимир Путин отметил, что сейчас формируются особые новаторские подходы к управлению Дальним Востоком. К примеру, в соглашениях с резидентами предлагают зафиксировать так называемую «дедушкину оговорку», когда условия для инвестирования не могут ухудшаться в течение первых десяти лет реализации проекта. Но не только это. Путин особо подчеркнул. Государство намерено улучшать и совершенствовать условия для бизнеса. И мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости в снятии разного рода барьеров для делового, да и просто для человеческого общения. Обращаюсь ко всем коллегам, которые планируют вкладывать в Дальний Восток. Пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями. Изучите их, пожалуйста, ещё раз. Это не обещание, это практика, которая уже действует, она работает, эта практика. Так, в регионе образовано 20 территорий опережающего социально-экономического развития с особыми условиями для организации производства, налоговыми режимами и мерами господдержки. В них уже зарегистрировано 369 резидентов, которые заключили соглашение почти на 2,5 триллиона рублей и обязались открыть более 60 тысяч новых рабочих мест. Мест. Действует режим свободного порта Владивосток, распространённый на 22 муниципальных образования. Его цель – помочь интеграции дальневосточных регионов в экономическое пространство АТР, способствовать развитию высокотехнологичных предприятий. На саммите Александр Бурков провёл ряд деловых встреч и переговоров по реализации важных для региона проектов. А также отметил, что восхищён атмосферой и тем местом, где проводится дальневосточный саммит. Всё происходит на острове Русский, где расположен один из самых современных вузов страны – Дальневосточный федеральный университет. Всего юбилейный пятый форум собрал 8,5 тысяч человек из 65 стран мира. Эта площадка – хорошая возможность провести взаимовыгодные переговоры с представителями Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди почётных гостей – премьер-министр Индии, Малайзии, Японии и президент Монголии. Подробности у Екатерины Шипиловой. Динамично развивающийся Тайвань, Сингапур, высокие технологии Японии, Кореи, природные запасы Филиппин, людские ресурсы Китая и Индонезии. Азиатско-Тихоокеанский регион – это 58 стран. И Восточный форум во Владивостоке дал доступ Омской области к огромному рынку этих государств. Регион может поставлять пшеницу, ячмень, бобовые культуры. Сейчас Азия вынуждена закупать эту продукцию по всему миру. Однако выгоднее сотрудничать именно с Россией. Экспортировать зерно через порт Владивостока. Сейчас отсюда отправляется всего 140 тысяч тонн сырья. Между тем, по подсчетам экспертов, только сибирские территории готовы отгружать миллионы тонн. И этот вопрос губернатор подробно обсудил с руководством морского порта. Прошли переговоры и с возможными заказчиками. Здесь также на площадке Дальневосточного форума прошли встречи с потребителями. Буквально закончили с консулом Филиппин в Российской Федерации. С которым также обсуждали тему поставки зерновых и зернобобовых культур на территории Филиппин. Там проживает сегодня 104 миллиона. Очень большое потребление этих продуктов. Они поставляют зерно даже с Канады. Я считаю, что здесь Россия намного ближе и может им дать хорошую цену и дать качественное зерно. Аэропорт Омска необходимо выносить за черту города. Задача непростая. Требуется колоссальная сумма – больше 20 миллиардов рублей. Но есть потенциальные инвесторы, готовые вкладывать средства и силы в строительство. Сделать предстоит немало. Заменить взлетно-посадочную полосу, аэронавигационное оборудование, само здание воздушной гавани, которое когда-то было готово на 82%, сегодня полностью разрушено. А значит, источника финансирования должно быть несколько, обращает внимание губернатор Александр Бурков. Но сам факт, что деловая встреча с двумя инвесторами состоялась – еще один важный итог форума для Омского региона. Обсуждали степень их участия, объемы финансирования, сроки и дальнейшее взаимодействие с федеральными правительственными органами. Потому что без участия, конечно, федерального центра, без финансовой поддержки, этот вопрос не решить на уровне региона. Также подписан меморандум с крупной японской компанией «Соджис Корпорейшн». Соглашение предусматривает появление в регионе нового производства продукции органического синтеза. У партнеров есть лицензия, технология, но они предлагают не только современные решения по строительству предприятия, но и профессиональное сопровождение. Японские специалисты создадут производственную площадку и выполнят монтаж. Вообще же, как уже говорят многие аналитики, форум только финансами измерять нельзя. Саммит открыл новые возможности сотрудничества и не только экономического. Дальний Восток стал символом открытости, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и человеческого общения. А теперь к другим темам. В школе 88, где накануне с потолка обрушилась штукатурка, с сегодняшнего дня и до 8 сентября приостановили занятия. У ребят внеплановые выходные. Вот как ситуацию прокомментировали в городском департаменте образования. Цитируем. Приказом директора гимназии учебный процесс приостановлен. Это обусловлено тем, что обрушение штукатурки произошло в зоне общего пользования. И сейчас необходимо проверить место вокруг и привести все в порядок. Конец цитаты. Напомню, пострадала 16-летняя девочка. У нее ушиб мягких тканей носа и голени. Кто ответит за ЧП, решит следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, провинившимся грозит серьезный штраф. До 300 тысяч рублей или два года тюрьмы. Этот случай, кстати, далеко не единственный. В апреле 2014-го кусок отделки упал на школьницу. А спустя почти 4 года, в сентябре 2018-го, штукатурка отвалилась в коридоре. Никто из учеников тогда не пострадал. Ненастоящий полковник. Омские полицейские задержали Альфонса в липовых погонах. Саявление на лже силовика написала его пассия. Женщина рассказала, что кавалер занял у нее деньги и перестал выходить на связь. А еще добавила, что в соцсетях, где они познакомились, мужчина представился ей полковником некой многонациональной военно-патриотической партии. Лже полковника стражи порядка задержали на дороге. Водитель был в служебном обмундировании. С собой у мужчины был даже травматический пистолет, правда, не зарегистрированный. Выяснилось, что Амич никакого отношения к силовым структурам не имеет, это звание присвоил себе сам. А звание вам кто присвоил, полковник? Это наша организация. Нет, вы мне объясняли, что это ваше специальное звание. Вам было присвоено, вы ранее действующий полковник. Нет. Вы были действующим полковником. Нет, я майор по званию. А пистолеты я года шесть назад в оружейном магазине покупал. Вообще на учет не поставили, не зарегистрировали. Виноват. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, партия полковникам, которые он себя назначил заочно, пока не создана, но он планирует это сделать. По замыслу несуществующая организация поддерживала бы деньгами участников боевых действий в горячих точках. Однако выяснилось, что лжевоенный не раздавал деньги, а лишь присваивал их, занимал у очарованных высоким званием дам. Интересно, что у ненастоящего силовика есть жена, она предприниматель. Полицейские продолжают проверку, возможно, на удочку хитреца попалась не одна мичка. В Калачинске запустили инновационную станцию очистки воды. Ее установили в Сорочинской средней школе. Одна из главных проблем всего поселения – плохое качество воды. Здесь она мутная, и пить ее нельзя. Воду сюда возили из Калачинска, но это дорого и сложно. С появлением новой станции кристально чистой водой будут обеспечены две сотни школьников и педагогов. А со временем и весь поселок. При этом работает станция по технологии, не имеющей мировых аналогов. Придумали ее омские ученые. Все подробности у Елены Смирновой. Эту разработку омских ученых поистине сложно переоценить. Установка не имеет аналогов ни в России, ни в мире. Позволяет по уникальной технологии без использования химических реагентов получать кристально чистую, качественную, полезную питьевую воду. Вода поступает вот в этот блок, специальный гидродинамический генератор, где после своеобразной реакции холодное кипение и окисление все ненужные элементы, в частности излишки железа, оседают в фильтрах. Управляет всем искусственный интеллект. Установка полностью автоматизирована. Система не только отсеивает все вредные элементы, но и обогащает воду кислородом. Такая не только утоляет жажду, но и благотворно влияет на иммунитет, улучшает обмен веществ и снимает усталость. Раньше воду в Сорочинское поселение приходилось возить из Калачинска. Это было сложно и затратно. Теперь литр обходится дешевле копейки, а пить можно хоть из-под крана. Теперь естественно, что во всей школе чистая вода. И для школы это очень хорошо, потому что нет расходов лишних. И для детей тоже это очень хорошо. И для нас, родителей, спокойствие в душе. Система очистки спроектировали омские инженеры. Себестоимость 2 миллиона рублей. Однако и школе, и району инновация не стоила ни копейки. Компания-разработчик установку просто подарила. Это совместный пилотный проект предприятия и регионального отделения в Единой России. Я думаю, что мы должны изучить эту станцию в деле. И, наверное, начать решение одной из самых главных проблем в Омской области. Потому что вода – это жизнь. И сегодня, я думаю, что ребята счастливые, потому что у них появилась чистая вода. У них есть сегодня возможность заниматься спортом. И в первую очередь я бы очень хотел, чтобы мы, конечно, помогали вот таким отдаленным школам, отдаленным нашим поселкам, где действительно нужно многое еще сделать. В сутки система может очищать 50 тысяч литров воды. Это намного больше, чем одна семья тратит за месяц. Разработчики уверяют, это не предел. В ближайшее время районные власти планируют проложить трубу к соседнему детскому саду, чтобы снабжать чистой водой дошкольное учреждение, а со временем и весь поселок. Елена Смирнова, Сергей Гаврилов, 12 канал. Рабочие огородили яму у нефтяников, которую упала иномарка. Серьезная авария этим утром произошла на проспекте Мира. Машина снесла металлический забор и провалилась в траншею. 30-летний водитель рассказал, что заговорился с супругой. Она ехала на пассажирском сиденье и не справился с управлением. Медики диагностировали у мужчины ушибы и ссадин, а его жену с подозрением на перелом ребер доставили в больницу. Благо, рабочий день коммунальщиков к тому моменту еще не начался. В траншеи никого не было. Чтобы достать машину со дна выкопанной ямы, пришлось полностью разбирать забор. Также понадобился автокран. Известно, что водитель был трезв. Водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 89-го года рождения, двигаясь по проспекту Мира, в месте проведения дорожных работ, не справился с управлением и допустил съезд в траншею, подготовленную для проведения работ на коммуникациях. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будут установлены все причины и обстоятельства данного происшествия. Боб Хартли назвал новую арену омского авангарда произведением искусства. Своим мнением он поделился в интервью федеральному спортивному изданию. Отметив, что, цитирую, «первоклассный дворец станет местом притяжения первоклассных звезд хоккея». Напомню, проект нового домашнего стадиона, рассчитанного на 12 тысяч болельщиков, руководство клуба презентовало в конце лета. Строительство обойдется в 10 миллиардов рублей. Работы начнутся следующей весной и завершатся в 2022 году. В это же время «Авангард» планирует вернуться в Омск. Сейчас со старой арены снимают обшивку. Полностью разобрать стадион планируют в течение месяца. И смотрите далее в программе. Назад в студенчество. Амичи предпенсионного возраста возвращаются в университеты. Вместо ринга – палуба круизного лайнера. Александр Шлеменко выйдет на бой с американцем в открытом океане. И из музыкальных клипов в «Большое кино» 16-летняя Амичка снялась в новом российском фильме. Амичи предпенсионного возраста могут получить профессии администраторов, консультантов или повысить квалификацию. Занятия сейчас проходят в Омском госуниверситете. Обучение ведут в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Всего в этом году новые профессии получат больше 700 человек. Как безработных, так и уже трудоустроенных. Они приходят на курсы по направлениям от работодателей. Для предпенсионеров обучение бесплатное. Выбрать можно из двух сотен образовательных программ. От специальностей, требующих высшего образования, до рабочих профессий. Неработающим даже выплачивают стипендию. Из почти 400 человек, которые уже прошли курсы, 99% трудоустроены. Идет обучение индивидуальное. То есть под потребности работодателей в повышении квалификации своих сотрудников. Либо получение ими новых компетенций, допустим, до этого не освоенных ими. Либо это получение новой профессии человеком, который оказался на рынке труда в это время незанятым. И, соответственно, ему служба занятости подбирает работодателя. И под те требования работодателя, которые предъявляются к вакансии, проходит процесс обучения. До 2024 года в Омской области планируют обучить больше 4,5 тысяч человек. Обратиться в Центр занятости населения можно самостоятельно. Список необходимых для этого документов вы видите на экране. Анкеты с каверзными вопросами, которые раздают городским ученикам, нужны для составления паспортов школы. Об этом рассказали в администрации одного из образовательных учреждений. Опросники вызвали недоумение у родителей. В соцсетях омичи спрашивают, зачем учителям знать, в какой квартире живет ребенок и для чего им данные об образовании мам и пап. Выяснилось, что такие паспорта школы ведут с 2015 года. И каждый сентябрь данные обновляют. Уточняют, с кем и в каких условиях проживают дети. Для этого просят сообщить данные об образовании, месте работы и контактные телефоны родителей. А также указать тип жилья, квартира это или частный дом. Все эти сведения нужны для статистики. Например, пожарные уточняют, какой процент школьников проживает в частном секторе в неблагоустроенных домах. Информацию также могут передать в прокуратуру, полицейским или инспекторам по делам несовершеннолетних. Правда, лишь по официальному запросу. К посторонним эти данные не попадают. И еще на школьную тему. Омским ученикам запретили приносить из дома бутерброды и горячие блюда. Теперь с собой ребенку можно дать лишь булочки и печенье, а еще сок и воду. Связано это с возможностью отравления. Такие случаи раньше происходили регулярно. В столовых сейчас питаются три четверти городских школьников. Мэрии пообещали, что цена обедов в нынешнем учебном году не вырастет. Чем кормят детей, увидела наша съемочная группа. В меню столовой 63-й школы сегодня картофельный суп с пшеном, макаронами с тевтелями, хлеб, компот и коржики. Родителям такой обед обойдется 80,5 рублей. В столовой питается трое из четырех учеников. Такая же картина и в целом по-омску. У нас всего 23 человека, а человек 5 точно не питаются, приносятся. Идят после урока в классе. И сюда нельзя приносить свою еду в столовую. И что они приносят? Ну конфеты, печенье. Обычно в контейнерах еду никто не приносит. Повара уже успели изучить вкусы учеников. Любимые блюда здесь – супы, картофель, котлеты. Не всем нравятся рагу и каши. Есть дети, которые в столовую ходят только за выпечкой. Но такой подход к питанию поддерживают далеко не все родители. Они идут у ребенка на поводу. Вот ребенок говорит, мне не нравится. Мне не вкусно. А ребенок даже не попробовал. Как так? Ты не попробовал? Ты не этого. Не знаешь даже вкуса. А вот не хочу и все. Вот им лучше, чтобы мамы деньги давали. На пиццу. Пиццы тут очень вкусные. Для тех, кто в школьную столовую не ногой, выпустили рекомендации. В списке еды, которую разрешено приносить с собой, только булочки и кондитерские изделия без крема. Все обязательно должно быть упаковано. Этого требуют санитарные правила. Также можно принести с собой фрукты, сок и воду. Чиновники и санитарные врачи пояснили, запрет на домашнюю еду пришлось вести из-за случаев отравлений. Были ситуации, когда дети забывали в портфеле продукты и вспоминали о них лишь на следующий день. Если родители все-таки решают потихонечку дать ребенку, конечно, родители уже за это несут ответственность. Каждая школа и мы пытаемся довести, что не надо этого делать. Лучше пусть вы ему дадите булочку, если уж вы не доверяете школьной столовой, но хотя бы горячий напиток ребенок должен прийти, безопасный, купить в школе и нормально по-человечески поесть. Конечно, искать в портфелях запрещенку никто не будет. Но чтобы как можно больше ребят питались полноценно, в школьных столовых расширяют меню. Например, вводят блюда для детей, болеющих сахарным диабетом и страдающих пищевыми аллергиями. Анна Кокорна, Роман Лендл, Павел Манжос, 12 канал. Что лучше, работать в офисе за 25 тысяч рублей или стоять у станка и получать 80? Есть ли смысл покидать Омск в поисках лучшей доли? Или же квалифицированный специалист может хорошо устроиться и в нашем городе? Об этом и не только сегодня говорили в автотранспортном колледже. Профориентационное занятие для студентов старших курсов провел Юрий Арчибасов, директор транспортной компании, которая занимается пассажироперевозками. На встрече обсудили перспективы трудоустройства выпускников. Бизнесмена также интересовали амбиции и аппетиты молодых людей. Например, студенты считают, что зарплата начинающего специалиста должна быть не меньше 20 тысяч рублей в месяц. Сам Арчибасов уверен, что молодым сотрудникам нужно платить не меньше 35 тысяч. Студентов автоэлектриков предприниматель пригласил постажироваться у своего специалиста. Попросились на практику и девушки-диспетчеры. Самый основной вопрос людей, ребятишек в том, что они говорят, нужны ли вам, можете ли вы взять человека без опыта. Этот вопрос задают все, и мы все понимаем, что, чтобы получить опыт, надо с чего-то начать. Наша задача в том, или требование в том, чтобы человек просто хотел работать. Если человек будет стремиться к чему-то, каждый день делать шаг за шагом, его никогда не выгонит руководитель предприятия. Их оружие – усы, лапы и хвост. В Омске работает один из 20 питомников в России, где выращивают служебных собак. Попасть на службу могут лишь псы с идеальной родословной. Бороться с преступностью будущих стражей порядка учат с самого детства. Кинологи помогают щенкам освоить первые команды, учат брать след и задерживать нарушителей, а также внимательно изучают характер. Дарья Шадрина побывала в детском саду для четвероногих и увидела, как малышей готовят к работе в силовых структурах. Не питомник, а детский сад. Так, любя свое место работы, называют кинологи. Это ясельная группа. Щенкам чуть больше месяца с мамой они проведут еще пару недель. После начнутся тренировки. Малыши водят на экскурсии по территории, заглядывают и в офисы, чтобы познакомиться с как можно большим числом людей. Гуляют даже по заброшенным зданиям. Знакомство с новыми территориями, с новым помещением, чтобы собака не боялась каких-то там завалов. Мы передвигаемся по пересеченной местности с ними. Не обходим там камни, бутылки специально. Здесь находятся и бутылки, и ведра пустые, что звуковые, шумовые создаем эффекты, чтобы собака не боялась резких звуков и не боялась какого-то нового пространства при ощущении лапами. То есть, что не всегда по травке надо гулять. Это в дальнейшем на службе собаке помогает. Чтобы приучить к громким звукам, малышей водят на стрельбы в расписании занятий, уроки физкультуры. Полосу препятствий щенки преодолевают каждый день. Кинологи оценивают не только уровень физподготовки, смотрят на темперамент. От него и зависит будущее место службы псов. Будет ли собака искать наркотики и взрывчатку, или же отправиться служить в колонию. Идеальный пусковик, он должен быть спокойным, он не должен прыгать на человека. То есть, он должен нюхать хорошо, мы раскладываем корм, смотрим, как они поиск производят. Есть щенки в помете, которым ничего не надо, только покусаться. Ты заходишь, они на тебя прищепкой повисли, и пока там другие кушают, он тебя терзает, рвет штаны, рвет в руку. И там челюсти невозможно разжать. То есть, есть такие. Их сразу для себя мы тоже помечаем и рекомендуем их в конвой. Кстати, занимаются здесь не только с малышами. В питомнике живут 19 взрослых собак. Даже матери, главная работа которых – забота о потомстве, регулярно тренируются на площадке. А вот отцы, военные с родословной, несут службу. В том числе задерживают преступников. Омский питомник – один из 20 по стране. Сейчас здесь подрастают полсотни щенков. На службу их отправят в 4 месяца от роду. Работать собаки будут не только в омских подразделениях, но и в Твери, Новосибирске и Пермском крае. Дарья Шадрина, Сергей Никифоров, 12 канал. Служилые люди Сибири выставят Тарский дозор. В эту субботу жители северной столицы региона смогут пострелять из средневекового оружия, увидят, как работает пушка и возьмут мастер-класс по фехтованию на саблях. Организуют для всех желающих и знакомства с историей сибирского края со времен похода Ермака. Интерактивные экскурсии проведут представители военно-исторического клуба «Кованая рать». Там сейчас заканчивают подготовку к поездке в Тару. Мы сейчас реализуем грант президентский, который называется «Добровольческий центр служилые люди Тарского острога». Мы создаем военно-исторический клуб, куда собираем людей неравнодушных к истории. Часть экскурсии сейчас будет пробная такая, идти три недели. За три недели мы планируем около 300 человек принять. Всего торчанам покажут несколько десятков доспехов и национальных костюмов и 30 видов оружия. Часть снаряжения увезут на север области уже завтра. А сейчас к новостям спорта. Краткий обзор от Алексея Адариева. Сегодня в Омском велотреке прошло открытие международного турнира «Гран-при оф Омс». В начале осени наш город вот уже в пятый раз принимает сильнейших велосипедистов России, Китая, Казахстана и Узбекистана. Одной из самых титулованных участниц соревнований станет Ольга Забелинская. Чемпионка России, Азии, Европы, двукратный бронзовый призер Олимпиады в Лондоне и серебряный призер игр в Рио-де-Жанейро. С 2018 года спортсменка выступает за сборную Узбекистана. В Омск звезда велоспорта пожаловала впервые. Приехала на берега Иртыша и немало представителей сборной нашей страны. На торжественной церемонии открытия присутствовал президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Якимов. Сейчас проходит отбор на соревнованиях первой и второй категории. Проходит отбор на попадание в Кубке мира. И вот сейчас, допустим, почему такая здесь востребованность? Почему приехали Гонконг сюда, Китай приехали? Потому что у народа есть нехватка очков или идет борьба за выход на Кубке мира. И вот такие соревнования всегда имеют повестку, во-первых, насыщенную и востребованную, самое главное. Соревнования на Омском велотреке продлятся до субботы. И включат в себя состязания в спринте, кейрине, омниуме и других трековых дисциплинах. Седьмой осенний благотворительный пробег «Спорт во благо» пройдет 7 сентября в парке имени 30-летия в ЛКСМ. Он включает в себя забеги для детей на 50 и 500 метров. Есть в программе и доступная дистанция для не очень подготовленных бегунов длиной в 1 километр. Спортсмены же будут соревноваться в пяти возрастных категориях у мужчин и женщин на дистанциях 3, 5 и 10 километров. Предусмотрена также дистанция 3 километра для любителей скандинавской ходьбы. Благотворительный взнос за участие составляет 200 рублей для взрослых участников, 100 рублей для участников от 7 до 8 лет, дети до 7 лет участвуют бесплатно. Оплатить взнос можно заранее через банкоматы, а также в день мероприятия на стойке регистрации. Собранные средства в этом году будут потрачены на покупку оборудования для инклюзивного центра в Кировском округе. Алексей Дареев, 12 канал. И последняя была звездой сцены, теперь снимается в кино 16-летняя Анфиса Семина из Омска, которая не раз становилась обладательницей престижных музыкальных премий, исполнила одну из ролей в новом фильме «Битва». Картина недавно вышла на большие экраны. Лента рассказывает об уличном танцоре, который неожиданно теряет слух. Младшую сестру Риналя Мухаметова он исполняет главную роль, играет Анфиса Семина. На съемке Амичка летала в Санкт-Петербург. На роль, которая в итоге досталась ей, претендовали больше 60 юных актрис. Кастинг шел почти неделю. Дают сценарий, буквально 5 минут подготовиться, и ты сидишь перед камерой, прямо на камеру четко читаешь текст со всеми эмоциями. Потом второй день ты уже работаешь с партнером со своим. И вот на третий день там уже костюмы тебе подбирают, прически делают примерный макияж. Я очень сильно волновалась. Ну вот прям очень сильно. Я еще когда волнуюсь, именно перед вот этим процессом, меня все потряхивает. Потом уже когда зашла, ну более-менее отпустила, и уже от волнения начинает переть. То есть у меня волнение как бы перерастает во что-то уже такое, вот в какой-то кураж. Актерским мастерством и вокалом Анфиса занимается с самого детства. Ее клипы часто показывают на федеральных музыкальных каналах. Впрочем, по словам Анфисы, блистать она хочет все-таки в картинах, а не в чартах. Сейчас готовится к поступлению в Амхат. Своими кумирами называют Ренату Литвинову и Константина Хабенского. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. И о погоде. Спонсор прогноза и по Сивкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Завтра, 6 сентября, по региону переменная облачность. Возможны дожди. Температура воздуха в районах ночью плюс 9, днем до 17 градусов тепла. В Омске ночью 10 градусов выше нуля, днем термометры покажут плюс 14. Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В сентябре купи теплицу на дачные просторы и сажай раньше соседа огурцы и помидоры. Выставка продажа теплиц в Омске. Крепкие выстоят в любую зиму, гарантируют. Доставка бесплатна, монтаж быстро. Приведи соседа и получи подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Акцент действует до 30 сентября. И это все, о чем я сегодня успеваю рассказать. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!